Чтобы еще неплохо можно было платить в палке стоять какой-то там персонаж с периодическим уродом, как-нибудь в папа, возможно, заедет. Вот P.S.L.S. Войда будет весьма неплохо смотреться. Паджик за е... да е... да е... злоди, это мясо хорош! Вот, вот, под речком, мы заказывали, Дэнди взял, все отлично. Ну что, ребят, вот теперь уже пристально смотрим за мониторами и наблюдаем на том, как Дэнди на этом паджике будет катать. То, чего многие ждали на интернешн, или то, чего многие ждали на Дэнди в любой профессиональной игре, сейчас берет FNG-шка для своего мидера. Окей, давайте смотреть. Хвост взял себе, конечно же, F.S.L.S. Войда, будет на нем фармиться. Дэнди на паджике, FNG у нас Vengeful Spirit, OneScore взял себе с ковров мага, ну и Фанник, конечно же, сыграет в Nets Profit. Ну и ребята из LGD's Deck. 333Q играет на Tidehunt, Maybe на Тумпларочке, Q исполнит на Shadow Shaman, Garder у нас это Рубик, ну и китайский Роггер сыграет на Бремастере. Причем Триплуб сложно отправляют на нас LGD, готовы они драться с самого начала карты. Посмотрим, что у них из этого получится. Да, ну порадовало всех своих, конечно, поклонников Дэнди сейчас этим пиками. Я думаю, там море аватий сейчас в чате возникнет. И вообще, те, кто смотрит там Виче, Дот ТВ, неважно, сейчас просто хлопают в ладоши и ждут, ждут каких-то потрясающих хуков в исполнении Дэнди. По-моему, его сет, да? Free-to-play, если я не ошибаюсь. Да, его сетик. Только ху какой-то другой талон. Окей. Так, ну здесь Триплуб тоже в сложную решили поставить найм, мы видим, тоже пошли в агрессивную линию. А здесь все-таки решили свап-линиями сделать LGD. Ну, сознательно-то они сделали непонятно, то есть, готовы ли они сознательно идти Триплы противника или же нет. Ну, вообще, по идее, Трипла у команды LGD, наверное, немножечко посильнее. Все-таки, Фесс Лес Войт не особо хорошо смотрится в Трипле. Особо полезными нюками каким-то поначалу он не обладает. Вот, в отличие, опять же, от Триплы команды LGD. Тут, тут, и ушел шаманы из прокасты, и бремастер клэпнуть может, собственно. Ну, и Рубик тоже в этот балдый Телекинес раскидывает. Так что, при каких-то стычках, наверное, больше преимущества все-таки у LGD будет. Ну, такое, Дэнди встречается в миде против Темпларочки. Тут уже готовый ванскор вместе с ФНГшкой как-то заходить в спины, пытаться сделать ферст-блаз. Да, ну и снизу у нас Фаник в соло против Тайтхантера. Ну, по идее, у Фаника есть особых проблем быть не должно. Так вот через Неческолы аккуратненько будет Тайтхантера прогонять от Крипов, ну и сам пытаться хороший Крипстаб себе зарабатывать. Так, Фесс Лес Войт пока против Бремастера. Там где-то рядышком уже стоит Шадл Шаман и подаль Гартер. Гартер на Рубике. Спауны здесь не заблочены, поэтому можно будет делать сразу отводы. Чем мы, собственно, Рубик будет заниматься. Так, ну что, вот у них активизировались саппорты сейчас. Видим, рефракшн уже есть на Темпларочке. Ну, тут как-то что-то не очень уверен в атаку у нас на Ви. Чего-то ждут, чего-то мансят. Ну, тут уже потихонечку смог заканчивать. Надо либо нападать, либо убегать на топ-линию, помогать мосту фармить. Да, и все-таки не решились. Решились идти в мид. Ну, там, в принципе, Темпларочка очень аккуратно играет. Прекрасно понимает, что саппортов на линиях нигде нету. А была инфа, конечно же, от своих тиммейтов тоже, естественно, Тайт на своем хайграунде. Особо не высовываете. Правильно все делаете. Так, ну вот, фанскор с ФНГ заходит, спина на Бримастер, Бримастер пикает. Саппорты здесь тоже аккуратненько под тавор прячутся. Но никто никого пока не бьет. Что снизу? Фаник у нас имеет 6 на 6, а временем у Тайтхантера 2-1. Ну, да, у Фаник, конечно, должно быть преимущество этой линии. Все-таки он боец с ранжевой атакой. Ему немножко попроще должно быть стояться на этой линии. Так, что в миде? Дэнди у нас 7 на 4. Крипстат имеет. Первые хуки пошли, не точно, Дэнди. Там темпларки с Теренем 7 на 4 тоже. Крипстат более-менее равный. Да, но все-таки сложно хвосту, мы видим, да? Особо крипам не подходит. Очень боится каких-то прокастов от ЛЖД и правильно делает, что боится. Там Теренем ФНГшка в инвизив соло пойдет у нас на темпларку. И темпларочка уходит за руны. Здесь можно ее перехватывать. Мэйби что-то понял, разворачивается и убегает. Лучше же уровень 4-й. Второй хук имеет, в принципе. Аккуратненько, стан плюс хук, это будет фраг. Ну-ка, мы сейчас посмотрим ФНГшка на стан. 100% хук, хорошее попадание. Рефракшн на прожимает у нас здесь. Мэйби ловит. Конкассив шоты, без шансов. Еще и Курьера можно забрать. И Ферс-платы плюс Курьер в пользу нами. И Дэнди делает ФБ как раз. Да, получилось как нельзя лучше, конечно, для ребят из нови сейчас. Хороший мув. Хорошая атака от саппортов. Очень вовремя. Очень, опять же, повезло сейчас ФНГ. То, что нашел он себе румы инвиза. Все это способствовало, конечно же, доминацию в начале игры. Но он уже и скоро поднимет себе левел 5 и Дэнди. Купил себе сапог, мы видим. Покупает также Мэджик Вонд. Но дальше мы знаем, что у него будет. Будет у него, конечно же, урна. Впрочем, валетные артефакты. Так, в теории у него у нас Клэпы пошли. Кво залетает дальше. Пытается пробить Брюмастера. Стопит его аккуратненько, потому что подтягивается ФНГ. Пошел конкассив шот. Прилетает также Фанни. Большие проблемы у нас у Брюмастера. Не сжимает Фанникс, крутые, боже, как так? Так, но все равно буду добивать. Стану все-таки долетел от ФНГ. Пару плюк в спину. Снова Клэп, но таки добивает. Пойзл свой, делал у нас фраг. И это 2-0 в пользу Нави. Здесь со временем активизировали саппорт LGT. Тоже пытаются в миде сделать какой-то ганг, забрать пуджа. Но, видимо, не получается. Осуществить. Боттл принес себе пудж. Есть также смок, просветочка на всякий случай. Ну, в принципе, более-менее стандартные артефакты уже собраны. Так, надо бы здесь Фуриону возвращаться на свою линию. Гонять в прежнем Тайдхантера, то Тайдхантер здесь получает 3-фан. Фактически на аркан бутсы себе уже на фарм. Большие проблемы сейчас у Тэпбларки, да? Который не может себе принести боттл, мы видим. И фактически, если сейчас Дэнди как-то разменется с ней по хп, то Тэпбларки будут большие проблемы. Не подригинется, не сможет придется идти на базу, что не очень хотелось бы. На перениматах открывали хвоста, азу, сжимают шеклсы. Пытаются пробить бэктрек первую. Пока есть, есть таймблок до последнего держит, упрыгивает. Идет тук-багнедэкантайзер, шок, еще тычка со спины, и это фраг. Ну вот, теперь уже и Требла тоже дает о себе знать. Хороший фраг от LGD, все вроде по таймингу провязали, и получилось. Время у Фейнгай снова атакует мид. Обеспечивает пространство для активных действий в бутжу. Вот, вот, пошли опять-таки просветки, вот он хук. На развороте неплохо мэйби дерется. Через рефракшн, на самом деле, больно пробивает оппонента. Сейчас отбивается Дэнди и пойдет лобовой атак. Так, холпозитор, холк, не точно. А без станы венги тяжеловато, на самом деле, попадать. И пока Дэнди не справляется в соло. Что же, с таймблок встреча пошла. Тяжеловато, тяжеловато, по-прежнему здесь, конечно, в сложной линии стоять. Ребята, мы знаем, вот, пока вдвоем, в отсутствие ФНГ. Против треклы, понятное дело, ничего сделать не могут. Но и хвост боится отдаться в очередной раз. Левел пятый, видим. Таймблок еще немножко прокачал. Пурман Шилл себе так же купил. Ну, вот, давай вот, скажем, немножко выживаем. Как-то, в силе не хватает. Сразу мэйби. Просто Дэнди его начал дисмембром жрать. И фраг сделал. Фраг сделал. 2-0 смейда у Дэнди. Левел шестой апнутый. И через пол хребочка уже полагается левел седьмой. Ну и, в принципе, уже можно активно начинать бегать по линиям. И гангить, конечно же, нон-стоп делать фраг за фрагом. Пытается пробузить Боттл сейчас через Курьера. Ну, ФНГ. Помогает. Мы фармились, воруют их спой немного. Ждут, когда темпларочка вернется у нас на линию. Будет ли сразу хук от Дэнди? На холд-падишн пока стоит. И... ФНГшка дает стан. Хук. Ну, и стопроцентное снова попадание. Есть рефракшн, конечно, просветка. Ну и дисмембром Дэнди просто жураев на темпларку. Приходит фаник еще. Рефракшн с этой стороны мэйби. На развороте пытается драться, но не получится здесь никак. Очередной фраг для Нави. Да, все пока идет очень хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Сейчас хвост активно гоняет. Мы видим шаду-шаман. Красившот заезжает с ковров мейджа. Пошли аркан болты. Очень больно. Здесь куруку слишком подставил. Супрематика пытается как-то спасти. Ну и спокойно хвост делает фраг. 5-1. Пока в салат. Нави переигрывает LGT. Да, понятное дело, конечно, что ребята из LGT может быть не самый лучший китайский коллектив. Но, тем не менее, скажем, сыграть первый же официальный матч против китайского коллектива. И при чем победить? Это хорошая плюс мораль для Нави. Дальше пойдет попроще. Там теперь не прячется пудж. Рубик отцепляет. И делает очередной фраг. Килинг спрят. Так, на развороте. Приходит у нас Nighthunter. Есть рэвэдж. Пытается пуджу раскастоваться. Дэнди пока живет. В данной шпрофе-то пошла. И на развороте очередной хук. Даблкил делает пудж. И может даже Nighthunter как-то катить. Ну, Винги был станд, в принципе. Но не стали идти по тавер. Плюс ко всему, сюда еще делает сейв ТП. Есть смысл отбежать. ПНГ на развороте станд. Но точно в Nighthunter. Очередной хук и трипл килл. Можно идти дальше. Два Х. Бруты зажимает. Боже, как хорошо. Урна вишится сверху. На Рубика это еще один минус. Ну и еще до шаманов тоже не простят. Просто к конвейерам. Ребята делают фраг за фрагом. Очередной ТП. Не отменяет почему-то его диссмитер команды LGD. Получает просветку. Шот опять же. Вейвов террор. Ну, не забрали его. Слишком уж нагло было бы сходить по тавер. 0, может быть, 10-1. Нави, конечно, доминирует. Очень жестко. Смотрите, что покупаете в Nighthunter's Profit. Эти самые. В последнее время стали популярны Nighthunter's Profit. Через 2-0 талисмана и через Блейдмейл. Фаник именно в эти артефакты, по всей видимости, выходит. Да, он наглой воевается. Блейдмейл активирует. Его никто не бьет. Сам он тоже нарезает неплохо с руки. Вот, у такого боевого нарушения. Получается, делает. Интересное решение. Так, кукная трасса Дэнди мимо. Пытался подловить на ход темпларочку, которая шла за руной. В итоге руну себе Дэнди отжал. Трактивбутцы себе приобретает. Боттл продолжает обвысить через курьера. В принципе, все дефолтно. В это время хвост, конечно, получает огромнейшее пространство для фарма, потому что практически вся трипла покинула линию. Естественно, у хвоста появляется ПТ сразу. Левел седьмой мы видим. Есть уже хроносфера, которая пока ему особо-то и не требуется. Да, ну вот уже 9 минут игры позади. Смотрим и на графике. Вот оно преимущество в 4000 у Na'Vi. По XP 4000 тоже. Неплохой такой задел на первых минутах игры. ФНГ вот уже получает себе левел 6. Готов свап. Паник ПТ нафармил. Да, ну и сейчас, конечно, немножечко не самая хорошая ситуация для Дэнди, ибо у него отсутствует как таковой вижен, стоит только единственный вард в миду. Все остальные места невидимы для Дэнди, поэтому как-то не разгуляться. Надо больше вижена поставить. Вот у него вардец один есть в инвентаре. Хроносфера себе тоже прикупил. 502 стат. Боттл к нему приехал. Ну и дальше можно продолжать, продолжать считать какие-то активные действия. Так, ну и здесь, конечно, немножечко ЛГД приуныли. Я смотрю, даже на линии не выходят. Стараются фармить своих нейтралов каких-то там. Ибремастер этим занимается Аркан Бутсами. Видимо, и Рубик тоже делает отводы. На сложную никто не выходит. Татхантер тоже боится. Баклер себе выфармил, пытается выфармить тебе. Хадресочку дальше Меканзом. Ну, в общем, действительно, пока не могут найти свою игру. Ну, тяжело после такого начала, после конвейера в миду, конечно, подсобраться. Слов нет. Да, ну и Фаник почти в Блэдмейл вышел. Значит, колл уже четвертого уровня, поэтому не может соло-пушить. В принципе, там в тюрьме атака пошла. Купол под боей ставит хвост. Ванкор здесь. Аркан Балды приговаривает гардера моментально. Ничего не может делать Брюмастер, потому что пацаник находится. Так, и лучше кого-то своровалось. Своровалось еще одну шаману, еще один фраг. Брюмастер дал праймал сплит. И тут сразу огненную панду. Будут уничтожать, уничтожили. Но остальных нужно просто догонять. Догонять, потому что рано или поздно праймал сплит закончится. Так, торнадо пошло у нас от синей панды. Фаник заходит в спину. И здесь никуда не будет принимать. На это будет черный фраг. Правда, хвост может понадобиться. Но есть тайм-молк. Дэнни уже свирепствующая серия убийств. Приходит на Тайтхантер. Дает каш, остался без реведжа. Не есть хорошо. Так, ну здесь слишком много ТП. Да, и вынужден на Ави отступать. На ЛОХП был хвост. Или не отступать. ПНГ дает стан прям в наглую. Будет ли хук от пуджа? Хуков нет. Заходу такой паник. Блэйдмэйл активировал. Дал реведжу Тайтхантер прям в Блэйдмэйл. Но я не только убиваю. И остальные разбегаются вроде как. И еще одно ТП. Нон-стоп. ЛГД возвращает на свои линии. Погибает. Возрождается. Опять идут драться. Ну и в итоге на всю команду сделали два фрага за 11 минут. В своем как их оппоненты 14 фрагов сделали. Конечно, разница существенная. К хвосту и временем покупается ему робит маску. Видим 3-1-0 у него стат. И дальше пойдет момчик стандартный. Какого-то такого убийцу Войда выйдет. Пока, скажем, все внимание на себя привлекает, конечно же, ФНГ вместе с Дэнди. Бегает по всей карте. Во всех замесах участвует. И старается как-то с ними сперва разобраться. Поэтому на Войда и на нэшспрофер особо внимания не обращаются. Вот они и получают полный доступ на линии к рипам. Спокойно фармят. В то время как ФНГшка подставляется. Хук у нас на ход от Дэнди не точно. 1700 монет. Но подозреваю на фастбагер Дэнди выйдет. 703 у него стат. Смотрим планетальную надфорсу. Ну тут, да, все хорошо в нави. Все слишком хорошо. Так, бремастер потихонечку хочет выйти в свой даггер. Осталось там буквально стол ванец небольшим. Что у темпларки? Темпларки, ФСР, Рейсбенд. 0-4 смида, конечно. Крипстат тоже не самый хороший, как надфорс. Что-то, если рейтинг-даггантер, то говорили. ДП делается от Рубика. Рубик на развороте тоже, скорее всего, будет погибать. Ну, Скай, хотя убить смогли. Фанни, как-то, подрубил. Ну, ставит спроты, снова не очень хороший. Но все равно фраг делает. Даггер, да, у Пуджа появился. Даггер и бремастер тоже. ТП на топ-линию. Тавара давать не хотят. Здесь 100 НГшка. Бремастера пробивает. Квост тоже рядышком. Квост, да. Ну и сразу правил он сплит. Фанник ловит кирпич. Владимир его не спасает. Он спасает у Куба 2и, по сути дела, приговаривает. Мы видим. Шатт у шамана. Ну и дальше будут опять же гнать. Гнать, бремастер. На земляная панда. Вот он, бремастер. И... Даггер, конечно, приобрел. Но, мы видим, не принес. Очередной фраг для найти. 803. Арканбатцы появляются у ФНГ. 18-4. Ну, по-моему, уже особо не париться по поводу игры Нави. Уже расслабили свои булки. Ну, потому что уже в этой игре, в принципе, все понятно. Шанс на то, что каким-то образом ЛЖД начнут делать камбэк, наверное, очень низкий. И... Нави нужно продолжать просто нон-стоп. Обыстрять эти вот хуки через таны и прочее. И все будет хорошо. Так, Тайтхантер у нас 200 монет осталось до покупки Мекканзма. Там платков из ИРС Бен по-прежнему ничего нового не появилось. Ну, так, линьер. Ломают Нави. Это уже третий Тауровый Копилку, в то время как сами не потеряли ни одного. Ну, поэтому показательно, конечно, тоже все хорошо. Опять же, экономика растет. Видимо, мы уже порядка 8 тысяч преимуществов. Испея около 7. Короче, не придумаешь. Так, ну и ФНГ готов дефать нижнюю линию. Сюда стягивается еще, видим, бандскор. Но, ЛЖД пушить не пойдут. Они же прекрасно понимают. Там вот сейф ТП. Драться им сейчас ни к чему. Или все-таки не понимают. Но, походу, ТП ЛАП сейчас готовы поставить спадку. Кук не точно. Варты ставятся шат у шамана и бежать. Бежать с ЖД, потому что ПНКС уже бы свапают ТП ЛАП. Сальц и навешивайся. Писник плен. Пошел. Мэппи на пол хп просел. Дэнди вошел. Ультимейтный час проектер. Разорвали двоих моментально. Ну и премастер тоже накрыли. Минус 3. Особо даже и не почувствовали. Таблкил им отметился у нас Войт. Хвост купился после мамы уже Медрилхаммер. Дальше пойдет у нас Майор Штром. Дефолтные артефакты для боевого Войда. 21-4. Ну ладно, скажем, здесь нави должны, конечно, просто раскликаться сейчас, прочувствовать атмосферу этого китайского лана, найти свою игру. Вот как раз-таки против, может быть, не самой сильной команды, может быть, против аутсайдера этого турнира вообще, как-то таки это можно сделать. Но дальше придется подсобраться, потому что впереди будет либо Клауд-9, либо команда LGT основной состав, и там уже игра будет посерьез. Ну, в этих картах мы пока посмотрим, завесели. Посмотрим, затем, как Дэнди уже просто тритавером пытается кого-то выкукать, не особо получается. Брюмастер теперь не вошел, Праймал Сплит завязал, Купол сразу ставит хвост. Вот, видим, не дает куда-то идти остальным тиммейтам этого брюмастера, и тут Дэнди его таскивает своего ФНГ, видим, спасает. Атака на хвоста пошла. Таймболк, кстати, сделал то Шеклс, так его держал. Хорошо, здесь сразу Шаман, это фраг, реведжем еще накрыл эти всех тайп-катер, минус-2 сделали. Брюмастер, ваш Клуб, пошел дальше. Клэп по-двоим. Мистик Флэйр на названии от Монскора, Монскор уже будет погибать, и Валик тоже погибает, минус-4. Стоп, ребят. Стоп, я, похоже, поспешил с выводами. Здесь еще не все потеряно, LGT дает сдачи. Дэнди пытается кого-то таймать здесь. Захалявничать? Надо какой-то хук дать, что-то Шаманка от убегающего. Нет. Ничего не дал. У него сейчас еще и под Вардом пробежится. Да, молодцы, LGT, молодцы. Собственно, там как-то не очень хорошо в траку вошли, видя в Na'Vi. ФНГшка подставлялся, так и кулк был потрачен именно на сейв. Поставил купол у нас в Войт, но в этом куполе никого не бил, просто лишь чтобы задержать немножечко движение противника. В общем-то, как-то некультурно все получилось. Но это деталка в прежнем, они готовы бороться. Это деталка в потере. ФНГшка получает текст сразу после прилета. Кулк пошел здесь с Крубика. Рубик будет у нас убит. ФНГ вроде как выживает. Ультатный Чит-Профит. Очень сильно пробивает здесь и Брюмайтер. Брюмайтер его свапывает. Большой у него проблемы, минус Брюмайтер. Даблкил делает Дэнзи, уже бьет Годлайк. Ну и пошли за Тайкхаков. Зажимает спруты, Мистик Флея прямо туда. И это минус 4 ответные от Na'Vi. Нет, все под контролем, все в порядке. То лишь была минутная слабость. И не более того. Продолжай давить 2 тавра, сейчас понизу. Тут осталось всего лишь 351 хп. Снесут его очень быстро. Единственное, что проблема, наверное, это то, что таким пиком будет сложновато на хайграунд подняться. На плане того, что такого пуш потенциала нет, есть только одни самманы от Na'Vi с профитом, и все. Придется, чтобы команду противника убивать. Так, хоть сделать какой-нибудь тим вайп, и потом уже заходить на хг. Тепларочка. Огроклап себе прикупает. Левел 11-й в спину пойдет на Фаника. Фаник у нас после Блэйд Мэйла тоже хочет выформить себе Майл Штором. И... окей. Гьюл. Появляется вот уже. Ну-ка, давайте посмотрим. За Мэйби, Мэйби. Фаника видит. Хочет ли он бить этого Фаника, вопрос. Подтягивается здесь, Симейк. Сладхантером он как-то попроще будет. Фаник пытается уйти, да. И здесь просто спить ТП-то нечем. Ну и Майл Штором появляется у нас у... Нэйджи Профита. 25-8. Счет 18 минуты встречи. Не торопится особенно Ави эту игру заканчивать. Видим, все у них под контролем. Формят там себе какие-то необходимые артефакты. Развлекаются. А ну и понятно. Смогте время MetalGD. Вот они как раз-таки решили придумать что-то интересное. А Пойзбустер появляется у Брюмастера. В целом, более-менее плохие артефакты, с учетом того, что как ему тяжко пришлось на линии. Так, Хантер с Мекканзмом. Ну, начальные артефакты собраны. Уже есть хоть что-то, с чем можно будет воевать. Прикупит себе еще парочка БКП, и там можно будет посмотреть на экстраки. На Рошана зашли на Ви. Пришел Фаник, вызвал Нечасколы. Хвост под ломом нарезаем. На Рошана и баш сраматывают все как надо. Ну, а Эггис, кому там достанется? В посту или в Денни Толут? Отдают в посту. Тем временем, LGD смогли снести Т1 Тауэр на утопление. По миду сразу же пошли на Ви. Спушивать еще тут два. Пока не встречают никакого сопротивления. Тут даже смог на Ви заюзали. Может быть, надеется, что-то придет дефать. Какие-то внезапные хуки, но дефать никто не идет. А напротив LGD-самит уже в раз в минуту пошли. Тоже будут спушивать их на Тауэр. Но здесь уже на Ви поднимаются на Хайграунд. И дефать, в любом случае, придется. Других вариантов нету. Да, вот они пошли ДПшечки. Двойная пачка на Часполов заходит на Хайграунд. Хвост готов давать. Купол. Пока бы я себе не собрал. Хоть у нас дайдханда. Брюмастер, Праймал Сприт, заюзал. Здесь Скай у нас пока в Тауна долетает. На Хвоста пытается оградить у нас Брюмастер. Скоро. Очень сильно проседает. Кашем зарезали его. Not bad. Но она авертируется, мы видим. Брюмастер продолжает гнать. ФНГш куда стал? Он просто кончается. Праймал Сприт, ловит Стан. Вейв. Будет ли впрыгивать Хвост? Хвост, сейчас прыгнет и Гумбл поскакив поставит. Пока по троим ставит. Неплохо. Пытается разобрать здесь Рубика. Разбирает они с помощью Дэнди. Здесь Рэвич залетает. Хвост под Момом благополучно умирает. Но там Аеги Склодспорта и ставится у нас, видим, в Зайдхантера. Борды от Шаттл Шамана. Хвост возрождается. Хук пошел в Шаттл Шамана. Будет динусовать его. Хвост, наверное, приговорил в Зайдхантер. Но осталась только Темпларочка. А еще и Брюмастер есть. Ну вот Темпларку решили через Дисмембер забрать. Пока вроде живает. Урна сверху. Не выживет Темпларка. Хотя пытается потом отбиваться. Смотрите, еще и живет. Неплохо Мэйби. Крутится возле своих вардов. Пытается не подставиться. Дэнди здесь. Ой, да ладно. Дэдхук. Не точно. И Темпаут. Пробивает с руки. Ульта от Дэндж Профита. Сам себя суицидит Пудж в последнюю секунду. Как же ему везет, а? Да посмотрите. С него уже готовы были снимать стрит. И Брюмастер, по идее, должен был зарабатывать себе там около полторы тысячи денег. Но в итоге просто суицидился Пудж и ничего не досталось от Джези. На хвост зашел. Тем временем спокойно сломал стрит тавер. Остались бараки. Use of the fortification. 29-10. Митрил Хаммер пошел с Нэдж Профита. Дальше Фанник, конечно, приобретет какой-нибудь дезолятор. Да, быстрее убивать оппонента и, конечно же, сносить бараки тоже. Артефакт тут очень сильно поможет. Так, ну что тут появление Пуджа, по всей видимости. И будут пытаться что-либо сделать. Сознает шот у нас Найтхантер. Знает, что он без Рэвиджа. Но инициирует него тоже не хочется. Все-таки не самый легко убиваемый герой. БКБ. БКБ от Нэджа с Профита. Но Фанник уже теперь не боится каких-либо прокастов со стороны LGD. Пудж на исходной позиции. Митрил Хаммер, собедатель, Лэнди приобрел. И тоже, видимо, решает купить себе БКБ. Да, с БКБ, конечно, облегчит себе жизнь Нави в замесах. Все-таки и так сильно Тайтхантер датовать не будет. И что-то Шаман там через свои хиксы, как ты с Рубиком, там тоже уже не смогут так сгуляться. Так, Панник одновременно пытается при этом отпушивать топ-линию. БКБ уже появляется у Фэзлис Вайда. Ну и можно идти по миду, попробовать, наверное, еще раз. Пудж у нас, да, тоже Уберклап себе прикупил. Осталось только нафармить себе на свиток. А, значит, Профит, да, тоже с БКБ, не с изолятором. Ну ладно, БКБшки тоже неплохо. Три БКБ там на корт-персонажах, они будут переживать любые прокасты. Естественно, дольше живут, больше дэмэджа внесут, и завесы будут выигрывать на ИСЧ. Так, ну и LGT должны у нас занять свои оборонительные позиции. Провести еще один хороший замес. Опа, вытвапу, хорошо, хук от Лэдди. Через Даггер. Ну, вот этот вот агрективный Барк, конечно, очень сильно решает. И вот ребята из LGT, конечно, кликают сюда, прекрасно понимают, что Барк где-то на их базе стоит. А Фанник решил сломать топ-линию пока. Последний внешний Тауэр сейчас будет разрушивать. Ну и без сопротивления, понятное дело, он этим будет заниматься. Полаганим у Бримастера фактически есть. Вот поставлен центрибал, гвардили здесь ребята из LGT. С БКБшкой темблака. Вот только-только себе прикупил этот артефакт. Ну и заход на хайграунд. Потопы и не решили, видимо, зайти. Зашел Дэнди, сагрессировал, поднял вьюл, видим, шаду шамана. Доставил немножечко нервничать сейчас противника. Здесь хвост, пока давит мидлейн. Дракенхейз получает неприятно. Помахами. Но Дэнди ждет. Вот в тот момент для того, чтобы дать свой хук. Инцирить, конечно же, с хука намного проще. Нежели чем просто там начинать замес того, что будет спрыгивать воид. Ну и халява. Так, вот еще один агрессивный вар, тут же стоял с интервью. Моментальный будет дивардинг. Правда, подставляют сейчас, не хотят. Хьюл поднимают. Сейчас будет путь по таймингу кукать. Нужно сразу за 5 штан. Да, примастер не дает, не дает, не дает праймал сплит. И вот, тем временем, пошел. По таймингу бы поставил. Мистик Флэр ставит самарты. В принципе, не страшно. Минус Рубик моментально. Хоу здесь стоит. Вот, а где же БКБ? Ход. Что за бред? Примастер у нас после байбека. Рубик тоже. Праймал сплит. Разворотится. Хантер отдался. Фаник тут БКБ бегает. Пошли высопать по НГшке. Пытаемся тебя спасти. В это время путь летает. У нас тут Торнадо. Своя нота там вот этих. Триплкилл сделал уже Фаник. Байбек от Шато Шаманов. Влетает насквоз. И вот здесь тут БКБ уже наваривает. Ну да, могут себе позволить еще так фейлить Нави, конечно. Там не провязывать БКБ и так далее. И, собственно, уже этим временем Фаник делает Рэмпидж. И, мэйби, убивает Нейтс Профита. Но, правда, дарит Фанику Зайну и Рэмпидж. И что-то Шаманов тоже переговорили. Дэдди по-прежнему не потерял свой стриг. 14-1-12 он так дал. Ну, вот она показательная. Обратово показательная игра на Путже. Но я не отменяю того факта, что квост все-таки БКБ в замете не прошел. Это, конечно, был минус. Но, опять же, слишком уж хорошо отыграли Рэнли Гейм 9 и Нави, что могут себе такое позволить. Пошли у нас в СВАП и сразу в Дисмембер. Дэнди срезает, съедает у нас противника. Ну и какая пишет ЛГД. Молодцы, Нави, молодцы. Хорошая игра, опять же, порадовали они нас. Забрали Паджика. Этим Паджиком наказали оппонента. Разгромили китайцев, собственно. Но пока только это сделали один раз. Нужно это сделать дважды в рамках этого матча. Поэтому мы с вами надолго не прощаемся. Привемся на коротенькую паузу. И будем смотреть карту по номеру 2 между Нави и LGD's Deck. На система Best of 3. И Нави нужна еще одна победа. Посмотрим, посмотрим. Далеко не разбегать.